Всем привет! Смотрите, как восстановить данные с разрушенного RAID-массива нерабочего контроллера 3WARE-9650SE. RAID-массивы предоставляют собой эффективный способ обеспечения безопасности и надежности хранения данных, позволяя объединять несколько жестких дисков в один логический том и распределять данные между ними. Контроллеры играют ключевую роль в построении RAID-массива, а также обеспечении целостности и доступности данных. Контроллеры 3WARE являются надежными и широко распространенным решением для создания RAID-массивов. Однако, как и любое другое устройство, он может внезапно выйти из строя. Когда контроллер перестает работать, это вызывает ряд серьезных проблем, одной из которых является потеря доступа к данным на дисковом массиве. Такая ситуация может быть чрезвычайно тревожной, особенно если на массиве хранятся цены или необходимые файлы. Разрушение или отказ контроллера может быть вызвано различными причинами, включая аппаратные сбои, ошибки в работе контроллера или физические повреждения. В результате этого может быть нарушена нормальная работа RAID-массива, и вы сталкиваетесь с проблемой недоступности и потери данных. Восстановление данных с неработающего RAID-массива, управляемого контроллером, требует специальных знаний и подхода. Важно принять меры для минимизации рисков и максимально сохранить целостность и доступность ваших данных. Далее в видео мы рассмотрим, как достать важные данные из RAID при поломке контроллера. Чтобы понять, как устроен RAID, давайте рассмотрим процесс построения массива на данной модели контроллера. Создать RAID можно через BIOS контроллера. Чтобы попасть в BIOS, при загрузке нажмите сочетание клавиш Alt плюс 3. Далее вы увидите предупреждение о том, что изменение конфигурации массива может привести к перезаписи. Для продолжения нажмите любую клавишу. Если вам нужно внести изменения в конфигурацию или сделать резервную копию, нажмите Escape. Чтобы создать новый массив, отметьте диски с помощью пробела или Alt плюс А для выделения всех накопителей. Далее нажмите Tab, чтобы переместиться к кнопке Create Unit или нажмите сочетание клавиш Alt плюс C. На следующем шаге укажите имя массива. Для ввода нажмите Enter. Далее выберите уровень RAID. Укажите размер блока. Также, если нужно, измените другие параметры. Чтобы открыть настройку дополнительных параметров, кликните по кнопке Advanced. Указав все параметры, нажмите ОК. После инициализации дисков RAID будет готов к работе. Для сохранения конфигурации и перезагрузки нажмите F8. Есть. Теперь давайте рассмотрим, как заменить нерабочий контроллер. В первую очередь вам понадобится точно такая же модель контроллера. Для замены отключите питание от системы и отсоедините все кабеля, подключенные к нерабочему контроллеру. Затем аккуратно удалите старый контроллер из системы и установите на его место новый. Убедитесь, что все соединения кабелей выполнены правильно и надежно. Также важно сохранить последовательность подключения накопителей. Включите питание системой и дождитесь ее загрузки. Затем войдите в настройки нового контроллера. Контроллер должен подгрузить конфигурацию автоматически. Здесь вы видите ваш массив. Escape для перезагрузки. В том случае, если точно такого же контроллера нет, или заменить его нет возможности, вернуть доступ к файлам, вам поможет специализированная программа для восстановления – Hetman Raid Recovery. Hetman Raid Recovery поддерживает все популярные типы RAID, большинство файловых систем и различные типы построения массивов, множество моделей RAID-контроллеров. Она способна собрать разрушенный RAID-массив из накопителей и поможет вам восстановить важные файлы. Для восстановления данных вам потребуется подключить диски к материнской плате компьютера с операционной системой Windows. Программа в автоматическом режиме соберет разрушенный массив из дисков. Более того, программа способна восстановить RAID даже при отсутствии одного или нескольких дисков, в зависимости от уровня массива, например, RAID 5, 6 и их разновидностей. Если на материнской плате недостаточно SATA портов или разъемов питания, вы можете воспользоваться переходниками и различными платами для расширения подключений. После сборки массива программа предоставляет возможность проверить правильность его определения в менеджере дисков. Здесь отображается краткая информация о параметрах массива. Если необходимо, можно посмотреть свойства массива, включая список дисков, из которых он построен. Для запуска поиска файлов кликните по разделу «Правь» кнопкой мыши и выберите «Открыть». Далее выберите тип анализа – быстрое сканирование или полный анализ. Быстрое сканирование займет меньше времени, поэтому рекомендуется начать анализ с него. Если быстрое сканирование недоступно или программа не нашла нужных файлов, запустите полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню, кликните по разделу «Правой кнопкой мыши» «Проанализировать заново» «Полный анализ». Укажите файловую систему. Далее. По завершении анализа вы сможете открыть папку, где хранились файлы, которые нужно восстановить. Здесь доступен предварительный просмотр всех файлов, позволяющий проверить содержимое документов, фото и даже видео. Программа также отмечает удаленные ранее файлы, обозначая их красным крестиком. Выделите все файлы, которые требуются вернуть и нажмите кнопку «Восстановить». Затем укажите путь, куда сохранить файлы, диск и папку. И нажмите еще раз «Восстановить». По завершении процесса восстановления все файлы будут сохранены по указанному ранее пути. Таким образом, программа Hetman Raid Recovery предоставляет эффективный и удобный способ восстановления данных с нерабочего RAID-массива, даже в случае отсутствия точно такого же контроллера или доступа к аппаратным ресурсам. В некоторых ситуациях программа может не собрать RAID в автоматическом режиме. Это может быть в результате затирания служебной информации на дисках. В результате программа не может определить параметров разрушенного RAID. В таких случаях поможет RAID-конструктор с функцией ручного построения. Конструктор поможет при затирании начала диска, где хранилась вся информация с параметрами массива. Это может произойти при подключении дисков к другому контроллеру и затирании прежней конфигурации или перестроении RAID до инициализации дисков. После инициализации данные будут полностью удалены. Если вам известны его параметры, запустите конструктор. Здесь выберите опцию создание вручную. Далее укажите тип массива, порядок блоков и их размер. Добавьте диски, из которых он состоял. Недостающие заполните пустыми. Кликну по плюсу. Также возможно придется указать смещение, по которому находится начало диска. Еще нужно указать порядок накопителей. Указав все известные параметры, здесь вы увидите ваш RAID. Если параметры указаны верно, развернув его, здесь появятся бабки. Заполнив параметры, кликните по кнопке добавить. После чего RAID появится в менеджере дисков. Далее запустите анализ. Выполните поиск файлов. И восстановите нужные. Итак, мы рассмотрели несколько вариантов восстановления данных с разрушенного RAID при поломке контроллера. Если у вас есть возможность, вы можете заменить неработающий контроллер на аналогичный. Если такой возможности нет, воспользуйтесь программой для восстановления Headman RAID Recovery. В обоих случаях важно помнить о необходимости регулярного создания резервных копий данных. Резервные копии помогут восстановить данные в случае поломки контроллера или других непредвиденных ситуаций. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok